Перед грандиозным матчем на малой ледовой арене «Нефтехимик» состоялся мастер-класс для юных хоккеистов. А провел его никто иной, как Алексей Морозов. Серебряный призер Олимпиады в Нагана, дважды чемпион мира, легендарный капитан Акбарса и заслуженный мастер спорта. Вместе с тренером «Нефтехимика» Виктором Лялиным они устроили для учеников детской и юношеской спортивной школы необычную тренировку. В течение часа отрабатывали нюансы катания с шайбы и без шайбы, приемы обманных движений, передач и дриблинга на скорости. В это время с трибун за происходящим с восторгом наблюдали родные и близкие юных хоккеистов. Алексей прекрасно руководит, подъезжает ко всем ребятам, старается ко всем подъехать, где-то подсказать, где-то помочь. Для них даже важно не просто внимание его. В конце занятия, разделившись на две группы, игроки устроили конкурс на лучшего исполнителя буллитов. Каждый старался как мог. После тренировки Алексей Морозов отметил, что за одно занятие все не отработаешь. Главное – дать детям хороший стимул. Чтобы старались, просто тренировались, дурака не валяли, тренера слушали, выполняли все. И надо работать каждую тренировку, выходить на лед. Не то, что какое-то удовольствие получить, а надо работать над собой, чтобы развиваться и быть лучшим. Еще одним ярким событием для Нижнекамска в этот день стал приезд героев сериала «Молодежка». Влад Конопко, исполняющий роль Андрея Кисляка, Иван Мулин, он же Антон Антипов, а также Иван Дубровский или Вадим Назаров. Посетили социальный приют для детей и подростков «Балкыш». Вместе с ними ребятишек навестили и капитаны команд Запада и Востока. Для детей приезд любимых актеров стал настоящим праздником. Они фотографировались, получали автографы от звезд и наперебой задавали вопросы. Например, занимаются ли они хоккеем, тяжело ли сниматься в кино. Хоккей – это такой спорт, который тебя либо полностью поглощает, либо выплевывает. Ты не будешь им никогда заниматься. Вот так, плюс, в складе. По нему видно, что выкинул хоккей. Нет, я занимался исключительно для, чтобы встать на коньки, чтобы не думать на площадке. Ну, так и не будешь. А вот. А думать о тексте, вот. Хоккеисты и герои сериала «Молодежка» произвели на воспитанников приюта яркое впечатление. Эту встречу дети запомнят надолго. Тем более, что от гостей они получили памятные подарки. Стоит отметить, что сувениры передали молодежной команды со всей России. Кроме этого, в «Балкыша» появился и настольный хоккей. Евгения Смоленкова, Артур Довлекаев, Артем Рябов, телеканал «Нефтихим».